Скандалы, попытка захвата власти и тысячи поправок. Как президенту меняли Конституцию Украины за 26 лет. Практически все президенты такие попытки принимали, чтобы внести изменения в Конституцию. Верховная Рада приняла Конституцию Украины 28 июня 1996 года, через 5 лет после провозглашения независимости. Историческими предшественниками были Конституция Пилипа Орлока 1710 год, Конституция Украинской Народной Республики 1918 год. Конституция 1996 года дорабатывалась долго. Документ насчитывал 6000 поправок. Рада рассматривала принятие Конституции в течение 24 часов и утром 28 июня 315 голосами «за» документ утвердили. Уже через 4 года попытается внести свои правки второй президент Украины Леонид Хучма. Хучма провел референдум. Тогда решила о том, чтобы существенно сократить количество народных депутатов. И не все положения этого референдума были реализованы. В 2004 году Рада проголосовала за новые изменения. Тогда ограничили полномочия президента и расширили полномочия парламента. Тем самым Украина стала парламентско-президентской страной. В августе 2008 года на тот момент президент Хющенко подписал указ про обсуждение конституционной реформы народом. Однако изменений не последовало. Изменить систему организации деятельности парламента. В частности, парламент предлагалось формировать как двухпалатный. Палата представителей народа и, собственно, верхняя палата сената. По типу ряда европейских стран. А вот за правление бежавшего президента Януковича была попытка совершить конституционный переворот. По просьбе Януковича Конституционный суд сделал вывод, что перед голосованием за Конституцию 2004 года в проект закона были внесены изменения, которые не прошли экспертизу в Конституционном суде. Тем самым КСУ вернул страну к президентско-парламентской форме правления и вернул президенту часть полномочий. Очень сомнительная инициатива решения конституционного суда, когда он подменил с собой высший законодательный орган, парламент, и попытался внести изменения в Конституцию с тем, чтобы наделить бывшего президента Януковича полномочиями по существу президентской республики, вернуться к тем полномочиям, которые были у президента в Пущму. Уже в 2021 году Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти. Возможно, субъекты законодательной инициативы, а это были всегда президенты, они тяготели к тому, чтобы усилить президентскую власть, получить больше исполнительных полномочий. Но надо отдать должное, что традиции государственного строительства и, возможно, даже формирования и развития нации украинской, они не позволили этому случиться. Следующий президент Петр Порошенко конституционно подтвердил наши евроатлантические стремления. При правлении Зеленского была отменена депутатская неприкосновенность. Можно сказать, что эти изменения улучшали, но Конституция в том виде, как она была первоначально, собственно говоря, принята, в своей основе, в своей концепции она осталась неизменной. И, как говорят эксперты, с точки зрения права Украина, хоть и маленькая во временном отрезке государства, но имеет очень достойную Конституцию и, став в скором времени полноценным членом ЕС, Украине не придется вносить тысячи правок и изменений. Редактор субтитров А.Семкин